Музыка Так, друзья, начинаю очередной фильм, но он как бы внеочередной, как бы чрезвычайный. И в то же время это наша последующая работа нашей команды. Ну давайте заглянем вначале сюда. Итак, мы с вами находимся вот здесь. Я приготовил это поздравление на вебинар, а вебинар состоится 30-го завтра октября. А вы, может быть, сегодня можете натролить этот фильм небольшой. И лишний раз поздравить уникального человека, который я предсказал большое будущее. Посмотрим. Но пока мы имеем следующее. Пока, ребята, мы имеем памятный знак. И мы имеем вот этот диплом, которым награждена Савиньич Елена Александровна за высокие результаты в научной идее. Это государственная премии, ребята, государственная премия по Казахстанскому краю. Теперь, дальше ее начали поздравлять все, кому не ли. Но самое главное, это ее родной краевой союз садоводов. Кстати, вот он губернатор. Вот наша Елена Александровна, которую мы, не знаю, сделать карьеру, забудем про нас, но пока мы считаем ее своей. Это один из наших лидеров. Это как бы наше лицо, наше, ну, несколько тысяч человек можно назвать организацией. Это неформальная организация, или, видите ли, садоводы с особым вкусом. Вот. То есть, выращиваем сады без отравы. Так вот, здесь она, видите, ее. Дальше они об этом. Спасибо, что меня не забыли. Вот. То есть, в какой-то степени сделать очередную ступеньку. Я помог Елене Александровне. Кому надо прочтет. Дальше вот ее. Общение со мной. Общение с Рещиковой. Вот. Агроном-садовод. Это Красная Арска. Это, как ее называют? Богиня. Это авторитет невероятный. Вот. Рыкалин. Рыкалин у нас. Это я бы, если Елене Александровне сейчас назначил бы. Ну, например, вот прямо сейчас. Ну, например, ректором, директором института, университета. Может быть, Красноярского агроуниверситета. Может быть, тот самый, где она сейчас работает, аспирантом. Ну, с аспирантовым директором сложно. А рядом Рыкалин. А Рыкалин – это такой зубр. Хоть сейчас. Министр сельского хозяйства. Министр науки, высшего образования. Замминистра, пожалуйста. Вот его уровень. Видите, какие люди у нас в Красноярске. Вот сюда любуйтесь. Рядом Татьяна Александровна. И мама Елена Савинич. Тоже Елена. Вот она. Изготовила вот это. Она вторая слева. Изготовила вот это шучное изделие, которое первое слева. Вот. Ну, а дальше. Елена Александровна много, что умеет, знает. А вот это ее гости. Вот здесь она собирается жить. Я ей говорю, Елена Александровна, даже не надеюсь. Твое место в Москве, в Москве. Или ты будешь в Москве, а там тебе и квартиру дадут, и все остальное. А тут опять с нуля. Кудамент залить. Ага, сейчас. Вот. Нет, твое место в Москве. Все силы направлены должны быть на это. Вот она, Елена Александровна. И вот она, Елена Александровна. Это называется. Она в разных видах, в разных... Не то, что в одеждах. В разных... Это разные таланты, характеры. Ну, а теперь мы с вами после этого поздравления я хотел просто показать вам еще одну из граньего таланта и прокомментировать. Я все никак не собирался это сделать, а тут раз, поступает информация от нее. А меня назначили представителем Красноярского края на экономическом форуме, вот, который называется Россия, Китай, Монголия. Ну, ладно. Давай, а я прокурораю свое. Вот. Благодаря тебе, Елена Александровна. Вот. Еще раз гляньте на нее. Еще раз гляньте на нее. Вот она. И вот она. Вот. И мы теперь с вами попадаем вот в этот удивительный мир. Сейчас. Сейчас. Вот. А, вот здесь. И так она однажды присылает мне, как она пишет, интересную информацию. Я ее представил. Я весь не упускаю ни одного случая представить. Нам нужен новый руководитель по садоводству, по СХ, сельскому колесу, по учебе, по вузам, по техникумам, по этим самым, по колледжам, вот, по этим самым, по Нойсо-сельским институтам, ГСАУ, нам нужны такие люди. Поэтому я еще раз ее представил и буду делать это при каждом удобном случае. А сейчас, внимание, доброе утро. Это она мне пишет письмо. Она ее не комментировала, я буду комментировать. О пользе абрикосовых косточек. Делюсь с вами. Это Елена со мной. Вот. Ну, а дальше это не ее. Дальше это информация к размышлению. Вы не поверите, рак это не заболевание. Рак это бизнес. Кто из нас не знает. Рассказываю вам один. Я буду долго говорить, может быть, даже разобью на две части. Это больная тема. Кругом столько людей заболело раком. Я в ужас прихожу. Встречаю кого-то на улице. Ну, как там это? Ваня, да, раком болеет. Ну, как там Дуся? Раком болеет. Да что же это такое? Мне такое впечатление, что отраскивает уже целую эпидемию рака. Вот. Я прихожу в ужас. Вот. Не знаю, что мне помогает. Может, то, что я в абрикосовом саду живу. И косточки жую его. То есть, мякоть косточек. И вот поверьте, рак это бизнес. Кто этого не знает. Привожу один пример. Лет... У меня так это горько было. Мне лет 8-10 назад это прошло. Обыкновенное ток-шоу. Обыкновенное. Которого было много. И там пригласили семью, видимо, которая... Один из членов этой семьи больной раком человек. Причем уже в такой стадии, когда уже все. Настолько было плохо дело. А показывают по центральному телевидению. И я смотрю на этих людей. Это вроде бы не засланные козочки. Вроде бы не артисты, не актеры. И вот она говорит, мы потратили все, что у нас было, все деньги. Вот. А потом мы продали квартиру. И нам теперь, чтобы купить лекарства дорогие, нам теперь негде жить. Ну, понятно, там СИЗУ пускали. Может быть, кто-то и пообещал им помочь. Может быть. Но такое ток-шоу было. И, наверное, проблема была. И вдруг посреди шоу скакивает женщина. И тоже, может быть, засланный козачок. Ну, вряд ли. Потому что она психовалась и кричит. Вы все неправду говорите. Вы тут нам лапшу бешите. Вы тут... Мы за вас должны СИЗУ пускать. Вот. Я член этой самой... Камеры... В общем, есть Госдума. На ней есть как-то эти самые... Как они называются-то эти... Подразделения. Забыл. Но те, которые относятся к медицине. Вот. Мы профинансировали 100% это... Значит, все, что относится к раку. Вот. Вы должны лечиться бесплатно. Вы нас обманываете. А люди сидят, которые квартиру продали, потому что нет у них другого пути спасти человека. Вот. Кому вы поверите? Давайте смотрим дальше. Кстати, я автору статьи полностью не верю. Итак, рак. Автор статьи. Это всего-навсего недостаток витамина В17. И не более того. Кто знает В17? Есть В17, нету рака? Ну, помните. Навязывал уже в ушах и на языке. Не соглашайтесь на химиотерапию операции приема препаратов с тяжелыми побочными эффектами. Вспомните, как в старые добрые времена мы были плаватели, страдали от болезни подознанием цинга. Многие даже умирали от нее, а кто-то имел постоянный доход. Потом оказалось, что цинга всего лишь витамина С, то есть никакое не заболевание. Ну, про цингу я бы тоже сказал. Люди наши, здоровенные мужики, ехали на север и умирали от цинги. Вот. Почему? Мясо море, рыба море, но этого было мало, нужно было обыкновенное зелье еще иметь. Фрукты, овощи. Именно там витамин С. Вот это было. То есть есть здоровый мужик и есть могила. Но это все я по поводу вспомнил. А главное-то не это. Ну, хороший пример. Когда человек отвлекся и написал про цингу. Ладно. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...